Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем отвечать на ваши вопросы, догадки, предположения, гипотезы, потому что их очень много. И, друзья, проанализировав все, отвечаю на самые часто встречающиеся. Звучит вопрос уже в комментарии не под одним видео, что в связи с последними событиями, ситуацией в Украине, возможно, решили парк Львов-Тайган отжать военные для военной базы. Ситуация действительно такова, что сейчас вопросы Министерства обороны стоят в приоритете. И действительно, парк Львов-Тайган появился на месте бывшей военной базы еще Советского Союза. Потом, после развала Союза, Украина не стала продолжать работу этой военной базы. И участок был продан частному лицу, у которого потом Олег Алексеевич и выкупил, собственно говоря, эту территорию. Там была секретная военная часть, связанная с космосом. И я знаю, что тех людей в Белогорске, кто там работал, это действительно на тот момент были такие серьезные, так сказать, специалисты. Именно вот в такой области технической, космической, радиотехнической и так далее. Есть там действительно и подземелья. Все это имеется. Но, друзья, для Министерства обороны, я думаю, что слишком уж это запутанная схема. Если бы действительно Министерство обороны хотело там возобновить, восстановить военную базу, то они бы не шли такими окольными путями. Это, друзья, думаю, не их методы. Было бы все гораздо проще. Пригласили бы Олега Алексеевича, дали бы ему альтернативу, альтернативную землю, построили бы там все, еще и приплатили бы. Поэтому, друзья, нет, я в эту гипотезу попросту не верю в силу ее сложности. Для Министерства обороны они действуют гораздо прямолинейнее и гораздо проще. Что ж, друзья, думаю, этот вопрос мы тоже можем снять с повестки. И в следующем видео перейдем к следующему вопросу. Продолжение следует...